Музыка Завод приходит в металлолом, который поступает в Копровыце. Там производят его переработку, подготовку, загружают нам корзины, которые вы сейчас видите, и непосредственно уже привозят к нам цепь. Далее загружаются сами печи, где происходит уже процесс переплава металлолома. Температура плавления железа технического 1539 градусов. Подругами температура достигает 3,5 тысячи примерно. На выходе температура уже расплавленного металла где-то порядка 1610-1680 градусов. Далее он сливается в стальковш, проходит доработку на установке печи ковша уже точную по ким-составу и поступает на разлив. Сталевары, которые находятся на пультах, осуществляют полностью контроль выплавки стали, следят за компьютерами, за всеми параметрами работы печи. Ну и на выходе получаем сталь. После того, как печи выплавили, довели плавку по ким-составу, по температуре, навяжут ее на поворотный стенд при помощи кранов в передаточном пролете. И после открытия шибера металл попадает в промежуточный ковш, который же распределяет металл по кристаллам, где формируется начальная форма слитка. Дальше идет металл в слитках в бункере 2-го зоне 2-й вторичного охлаждения. Там идет непосредственно охлаждение, прямой контакт с водой и паром. Так формируются вот наши слитки, и после чего происходит резко заготовок на нужную длину. После чего откружаются на шагающий холодильник, слитки охлаждаются и сквозируются на складе. Либо транспортируются на прокатные станы, и там уже дальше идет производство, производство арматуры. Работа, процесс не трудоемкий, все люди привычные. Условия труда организовываются хорошо. Стоит система воздушного душа, пойдет по охлаждающему воздуху, обдувает людей. Защитные средства использую. Завод уже родное предприятие с первых дней своего трудового стажа. Менять ничего не хотел, как в принципе и не хочу. Трудным производством не считаю. Завод идет хороший, карьерная лестница, так сказать. Развиваемся, новые рынки сбыта, партнерство налаживается. Все хорошо, как бы, темных пятен не наблюдается. У нас стаж 94 года. Я приехала в 85-м году, а муж приехал в 84-м году на открытие этого завода. Мы приехали с Орско-Холинского метроизмского комбината города Новотроицк. Это Оренбургская область. Ну и, в общем-то, я благодарю судьбе, что мы попали на это производство. Все приехали с разных уголков нашей бывшего Советского Союза. Все по характеру, все разные, все какие-то... Ну, впечатлений было море у всех. Как-то мы сразу сплотились, как-то мы дружили. Выезжали на всякие там эти мероприятия, какие-то соревнования с детьми, субботники. Было это, в общем-то, прекрасно. Я благодарю управление отдела труда, куда меня взяли на работу. Хотя я по профессии не экономист, не инженер, я просто электрик. И так вот по судьбе получилось оказаться в этом коллективе. Благодаря Новиковой Светлане Алексеевне Пукинску, Владимиру Анатольевичу, которые вот именно создали такую обстановку нашу, дружелюбную. Мы как-то вот так вот приходили на работу. Всегда Светлана Алексеевна говорила, это ваша семья, это то, что вы целыми днями находитесь. Не то, что вы пришли домой и все. Это все тут у нас, все нормально. У нас очень был дружный коллектив. Мы до сих пор общаемся, встречаемся. Ну, как-то вот так вот. У нас цех ремонта металлургического оборудования. Мы специализируемся по ремонту всего оборудования нашего завода, без исключения. Целенаправленно мы, конечно же, созданы для ремонта механического оборудования. Но так как завод у нас большой и направление разное, мы также участвуем в ремонтах и энергетического оборудования, и электрического оборудования. Это и монтажи очень сложного оборудования, такие как трансформаторы массой более 120 тонн поднимаем в неподъемные места, будем так говорить, если простым языком говоря, да. Очень сложные работы проводим. Ну, в связи с этими вот теперешними санкциями, да, которые наша республика столкнулась, да, и, ну, наши славяне, будем так говорить, да, и русские, Россия и Беларусь, мы, конечно же, выходим на то, что изготавливаем сами, которые, ну, запчасти сами изготавливаем, которые были, ну, или попали под санкции и изготавливались в Европе. Начал я работать в далеком 87-м году. Сразу после окончания школы, даже времени погулять не было, я решил идти на работу. Пришел на БМЗ, выбор, конечно, был огромный по профессиям. Предлагали много цехов, много специальностей. Ну, выбрал я специальность непосредственно связанную со слесарным делом, так как мой отец работал в этом цеху. Я застал первый, в принципе, развал Советского Союза, на уже работающий на предприятии. И видел, как многие шарлатаны в то время пытались развалить наш завод. Подчеркиваю, не просто развалить, а разделить на маленькие подразделения, чтобы потом его или продать, или просто обанкротить. В связи с, видать, так как завод начал выходить на 100% уже уровень производства, начала хорошо расти зарплата уже, потому что начало было не очень, пока все расшатывалось. И меня тех, видать, конкурентов не устраивало. Уже тогда, наверное, начиналась эта политика. Ну, благодаря нашему руководству, президенту частности, завод не позволили приватизировать и разорвать. Наоборот, начали объединять его. Начали его ставить на те рельсы, на которые важны были ехать в нужном направлении. Цех также участвует в разного рода соревнованиях районных. Вот, данная композиция у нас приурочена к 100-летию создания Жлобинского района. Наш районный исполнительный комитет организовал соревнования среди предприятий города. Мы подключились, как металлурги подключились к данному виду соревнований. Придумали и создали вот данную такую экспозицию в виде книги. Так как это 100 лет, ну, летопись, да, новое какое-то видение. И идет в эту историю. Я думаю, что какое-то место, одно из первых мы займем 100%. Со стали плавильного цеха нам заготовка поступает круг 200 с разливки. И круг 140 с 850 станок. Потом режется пилами послойной резки на мерные длины. И поступает заготовка в кольцевую печь. Мы производим горячекатанные бесшовные трубы. После кольцевой печи заготовка поступает в прошивной стан. В прошивном стане прошивается, получается гильза. Гильза передается на непрерывный раскатной стан. С непрерывного раскатного стана выходит к нам черновая труба. Черновая труба поступает в стан РРС. Вот там мы находимся на нем, именно. И раскатывается уже в готовую горячекатанную бесшовная труба. Труба бесшовная, она более прочная по всей длине. Она используется в бурении. Насосокомпрессорные трубы, гидравлические. Она более качественная, чем по отношению к другим трубам, к шоуминам. Я работаю с 2000 года. Сын мой поступил в техникум. Ну, может, глядя на меня, то, что мы работаем здесь, поступил в техникум. И потом пришел к нам на практику. Это мое решение. Я все обдумал. Отучился в колледже. Пришел сюда на практику. Получил разряд. И уже начал работать. В планах у меня оставаться на данном месте в ближайшее время. Для молодежи тут, я считаю, вполне много всяких фишек. Когда приходишь, сразу тебя закрепляют за определенным человеком, который имеет какое-то мастерство. И со временем оно передается. Как бы ты ни хотел, ты в любом случае научишься. Ну, и также поддержка от профсоюзов и вокруг. Люди как бы видят, что ты молодой. И они, конечно, тебе помогают. Каким-никаким советом. В любом случае, ты тут не останешься один. Отдел технического контроля, он проверяет качество наружной поверхности. Также внутренней поверхности. Также мы контролируем геометрические параметры. Также входит в геометрические свойства, межринческие свойства. Чтобы труба полностью проходила по параметрам. Потому что потребитель требует качественную продукцию. Наша продукция, она является лучшего качества. И я считаю, что она может соревноваться с другими производствами. Дочь закончила, когда школу поступила в начале в железнодорожный цех. На бухгалтера, по направлению от завода. Пришла работать в транспортный цех или железнодорожный цех. Потом она закончила имени Суховый институт. Получила образование. И ее взяли, так как я хочу даже похвалить, что не получился очень такой опыт. Прекрасно. Железнодорожные узелы, это там и вагоны, и продукции, и все там, и металлы. И когда ее на собеседование взял начальник снабжения, конечно, без моей помощи, я поговорила с ним. Говорит, у меня дочь, говорит, закончил институт. Говорит, может быть, мне собеседование надо прийти. Он с ней поговорил. Он говорит, слушайте, она отвечала на все вопросы. Потому что это железнодорожный цех, это все. А потом в Малай пришла. Закончила Могилевский белорусский российский университет. Работает в бухгалтерии. А уже так, как девчонки на заводе, так и внук за нами пришел. Сейчас работает в сортопрокатном цехе. Получает третье высшее образование. Поэтому так вот. Мы сейчас с вами находимся в сортопрокатном цехе номер два. Это самый молодой, самый перспективный цех у нас на предприятии. Процесс начинается, довольно-таки сложный технологический процесс производства вообще металлопродукции. Начиная от капрового цеха, это металлолом, проверка его качества, состояние. Это завалка в капровом цеху. Это разливка металла. Очень сложные технологические процессы, ввиду которых заготовка поступает только к нам в цех. И на каждом этапе есть отдел технического контроля, который контролирует механические свойства. Есть лаборатория, которая контролирует химические свойства материала. И мы, как заключительное звено в цепи, мы отгружаем готовую продукцию. Я, как старший мастер участка отгрузки, отвечаю за то, чтобы отгрузить качественную продукцию потребителю в нужном направлении, в нужном составе, необходимым количеством мест. И проконтролировать все предъявляемые требования потребителям перед отгрузкой. В сортопрокатном цеху представлено несколько видов продукции. И в этом уникальность нашего цеха, потому что мы одновременно можем как производить, так и отгружать несколько видов продукции. Это и катанка в бухтах, это и арматура в бухтах, это и гарет в бухтах, это пруток горячей катаны и пруток после обточки. То есть у нас очень много разношерстной продукции, которой предъявляются различные требования. Потому что может быть обточка с определенным квалитетом по допускам, по диаметру. Если мы говорим, что это арматура, это определенный класс этой арматуры. Если мы говорим, что катанка, это определенное качество поверхности к этой предъявляемой катанке. Кто желает прийти на завод, приходите, ничего не бойтесь, ни грохота, ни пыли, ни жары, ни холода. Если вы приходите, кто сможет, тот останется. Я думаю, мало кто пожалеет, кто придет сюда. Потому что условия для работы людей здесь созданы очень-очень хорошие. Редактор субтитров А.Семкин